Заключённый Листопад, на выход! А вы свою деятельность на коммерческой основе осуществляете? Конечно. Просто мне интересно, они за это зарабатывают или нет? Нет, это нет. На коммерческой основе, знаешь, заинтересованные лица. Это же коммерческая основе? Нет. Нет, это хобби. Хобби, да? Да. Прочитай от начала до конца. Кстати, я не хочу расписаться. Следители. А свидетели кто? Свидетели? Да. Вот он, свидетели. Так а где данные свидетели? Товарищи казаки, как действующие на коммерческой основе. Что хотите? Незаконные действия, и вход пристает. Ну тогда здесь. То, что вам статью разрешил, вы молодец. Так, потерпевший. А кто потерпевший-то? Где потерпевший? А вот потерпевший. А что? А что, кто потерпевший? Ну вы же потерпевший. Вы смотрите, тут что, есть что-то или что? Я же говорю, вы же потерпевший. Я потерпевший? Ну да. Вы же остановили. Ну и что? Ваши права были нарушены. Ваши права нарушены. Кодекс об этом права нарушения. Чи-то права не нарушены. А что, где тут потерпевший записывали? Так ничьи права не нарушены. Так о чем проблема-то тогда? На вас оставит совсем и материал. Ладно, в суде разберемся. Так, что? Что? Это вы устроены. Это вы устроены. Ну это мы... Потому что вы полиция. Или мне кажется только, что вы полиция? Конституция 24. И что, он должен предоставлять? Конечно, любые документы все должны предоставлять. Все, он обязан. Да вы что? А за то, что полиция обязана, не знают? Право обжаловать это решение. Конечно, обжаловать, ребят. Это будет уже туда предоставлять. Еще и притянет. Это наши права записаны в Конституции. А все наши обязанности в Уголовном кодексе? Не обязан сотрудник? Определить документы на грунтный значок не обязан? Определить. А вы, согласно приказу МВД пункта 615, пункта 53, должны иметь доверенность. В том же приказе пункт 246-247 говорит, что если у вас печать не соответствует ГОСТу удостоверению, значит это у вас копия удостоверения. Вам даже подлинники удостоверения не дают. А вы себя государствами называете? Да, давай. Лицензия есть на вношение оружия? Слышно? Да. Конечно. Вы уйдете на пенсию? Заходите приобрести оружие. Вам надо будет пройти такую же процедуру, как мне, для получения оружия. У меня есть лицензия. Собственно, она служебная, табельная. Конечно. Нет у вас? У вас в отдела должна быть лицензия. У вас есть ли ваши цифры? У мои или ваши? У вас есть ли? У вас есть ли? У вас есть ли? Предоставьте свои документы. Сейчас смартфонят, они у меня же не кажут. Погналят. Я тоже смартфонят? Обязательно. Участковый до сих пор уже не подъехал. Не участковый? Да, да. Добрый вечер. Мы хотели бы узнать, что знатан товарища. Да, будьте любезны, что ему вменяют. С кем вы посадите? Давайте со мной разговаривать. Не под камеру. Нет, под камеру. Мы все фиксируем, поэтому мы все фиксируем. Только под камеру. Хорошо. Я вам прояснил. Проводились антитарктическими предприятиями. У нас тут действуют статусы. Ребят, уйдите, пожалуйста, сюда с дороги. Это в безопасности. Да, 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 ведь все. Иначе у вас забьет машину. И все. Вот сюда уйдите в дорогу. Он уйдет в закону требований. Он сошел в полицию. А какие законные дела? Он сидел пассажиром. Не представился, не показал свои документы, не вышел из автомобиля. А он обязан это дело? Да, мы все за счет. Да, обязаны. А, подождите, пожалуйста, у нас что, чрезвычайное положение, военное положение? Все. Он обязан это было сделать. Кто вам сказал, что он обязан? Вот в суде тогда. Подождите, а вы можете сослаться на статью закона, где он обязан это делать? Нет. Сошлитесь, пожалуйста. Как не сейчас? Но вы же сейчас предъявляете... У вас есть ориентировка. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, значит, вот вы говорите, он не выполнил ваши законные требования. Я вас спрашиваю, в чем заключались ваши законные требования со ссылкой на норму права. То есть на нормативно-правовой акт. Сошлитесь, что он не выполнил. Секундочку, диалог ведет. Говорите вы, слушаю я вас. Говорю я? Секундочку. Сейчас, сейчас, Михаил. Просто дело в том, что я вам объясняю. Вы должны обязательно сослаться на статью закона. Если вы не стылаетесь на статью закона, значит, ваши требования незаконные. Потому что именно законные требования. И вы должны дать ссылку на этот закон. Потому что просто так я могу сказать, а я вот хочу, чтобы вы вам там отжались 10 раз. Вы скажете, а с какого хрена, извините за выражение, да? Ну хрен это, кстати, не матершинство, хрен это растение такое, знаете, да? Вот. И если вы говорите, что законные требования, то вы должны сослаться на норму права. У нас идет превышенный должностных полномочий. Точно так. Понимаете, это от 3 до 10. Мы будем с вашим руководством разговаривать везде. Да, поэтому мы хотим узнать. По закону точно. Да, будьте любезны. Меня зовут Александр Иванович Воробьев. Я хотел бы знать, с кем я разговариваю. А кто вы из такого? Я защитник его, я могу вам предоставить документы, хотя я не обязан это делать. Но во всяком случае, у нас не режимный, как говорится, как вы сказали, объект. Но, пожалуйста, что я Александр Иванович Воробьев, вы видите, да? Почему мы показываем билеты? А вы свое удостоверение предоставьте, пожалуйста, с кем мы разговариваем. А вы не в курсе, что военный билет является удостоверяющим личность, нет? Тогда ознакомьтесь вот с этим. Он бессрочный. Извините. Не надо брать, вы свое удостоверение даете в руки? Вот показываю я вам, понимаете. Да, будьте любезны, вы представьтесь, чтобы мы знали. В руки. Вот привычка сразу в руки брать, да? Чургунов Владимир Михайлович, заместитель начальника отдела МВД России. Так, ну, 4-й, 2009-04-й. Так, все? Хорошо, вопрос обнимаю. Владимир Михайлович, да? Правильно? Ну, вот, Владимир Михайлович, тем более вы... В таком звании, что вы должны знать, статья 27 закона о полиции, вас обязывают знать законы. Поэтому, согласно закону нормативно-правовых актов, вы должны сказать, какие законные, подчеркиваю, ваши требования, он не исполнен. Сошлитесь на статью закона, что? Как вы сказали, закон о полиции статью, пожалуйста, назовите. Сейчас на память не могу сказать. Давайте мы с вами вспомним, давайте мы с вами вспомним закон о полиции, что, как вы сказали, он вам обязан был предоставить документы. У нас нет такой обязанности, и это я с собой ношу документы. Но у нас нечрезвычайное положение, и человек не обязан носить с собой ни паспорт, ничего. Вы можете его проверить, сами знаете, мы в 21 веке живем, вы можете его по базе. Вы какое обвинение вообще человеку предъявляете? Вы его удерживаете более 400. В предъявленном законе есть только три режимных объекта, которые указаны именно в законе, понимаете? А вот это место не указано в законе. И мы находимся, уважаемые, в общественном месте, вы видите, свободный доступ. Режимный объект, это вон там, за колючей проволокой у вас. А здесь у нас общественное место, если вы не в курсе. Мы точно так же, видите, стоим спокойно, здесь никакого пропуска нет. А вот там согласен, вот там, видите, написано посторонний код воспрещен, да, там режимный, огорожен, колючий. А здесь нет, у вас здесь ни военного арсенала, ни оружейной комнаты, ничего нет. Правильно? Это пост ДПС, я правильно понимаю? Все, пост ДПС никогда режимным объектом не был. Никогда. Он спокойно, если вы водителя сюда заводите, как он может быть режимным, если вы спокойно человека заводите, там пробивать по данным, там, да, права проверяете. Какой режимный, вы о чем говорите, ребята? Вы придумываете на ходу какую-то ерунду. Сейчас, все это проводится. В смысле проводится? Вы досмотр делали без составления административного протокола? То есть в нарушении? Почему без нарушения? Потому что личный досмотр делается только после возбуждения административного дела. Вы не в курсе? Давайте мы сменим обсуждение. Давайте вы все обжалуетесь. Подождите, подождите. Мы обжалуем обязательно ваши действия, но вы сначала... Подождите секундочку. Почему вас жаловать? Вы человека держите сейчас на законе? Ни за что удержать. Вы его похитили фактически? Нормально. А то выходили, что о вас, о лучшее мнение, которые люди... Вы на него не ехали буквально. Мы не наехали. Это беспредел. Мы не наехали. А что вы делаете? В основании статьи 13, закон о полиции, пункт 2, я имею права проверить документы. Имейте право, понимаете? Но не обязан человек. Имейте право. Вы знаете, что такое иметь право? Это хочу, не хочу. Имеете право. А обязательство, это совсем другой человек обязан. Вы же сказали, что он обязан будет предоставить документы. Вот эти вопросы комфортные медические, да, право? Извините. Вот материал, материал мы сейчас соберем, передадим в суд. А вы в суде. А вы в суде. А вы в суде. А вы в суде. А вы действовать по закону должны. Вы действуете по закону. А полиции? Нет, вы действуете по закону. Вы просто его неверно тракуете. Нет. Закон не понимается двояко. Да, да, конечно. Мы же не препятствуем, уважаемые. Доварищ подполковник, вы вспоминаете про статью 13 права полиции. Но только статью 6 этого же закона. Вот смотрите, я вам процитирую. Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов организаций и должностных лиц допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом. Где вы сошлитесь мне, пожалуйста, на статью закона, где вы говорите о том, что он вам обязан был предоставить документы. Сошлитесь, пожалуйста, на статью закона. Вы же говорите, он не выполнил законные требования. Да, законные требования. Составлены вы, значит, на статью 13.3. Товарищ подполковник. Вы можете выявить форму такой же человеку, как вот и он, да, допустим. Вы будете где-то в другом городе проездом. К вам подойдет человек. Представьте, вы это вредное удостоверение. Вы же гражданин. И вот так вот, вот такая ситуация может создаться. Зачем не мешало предъявить? Если у вас есть ориентировка. А вы обязан? Законный, поэтому не стал подчиняться. Подождите, я выполняю здесь функции, да? Да. По антидресистическому порядку, правильно? Хорошо. То есть моя функция, моя функция, не допустить на территорию Волгоградской области и России, да, террористов. Правильно? Там ехала женщина беременная, ребенок, и вы понимаете, они террористы. Светочка, Светочка, секунду, секунду. Ну вы нормальный человек, адекватный. В 19-м году беременность подмена, подполковник там. Теперь все беременные. Слушаем вас, слушаем. Ну, 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 мы поняли. Так, я вот очень, если он отказался мне представиться, отказался мне показать свое личное удостоверение, его в паспорт, как я его должен определить, террористом или нет. Хорошо. Поэтому был проведен его личный досмотр. Выявил что-нибудь? Нет, не выявил. Так, вы как ответственное лицо, я так понимаю, как старший, правильно? Вы должностное лицо, вы обязаны, должностное лицо, обязан отвечать за то, что творится здесь у вас. Правильно? Вы сейчас сказали под камеру, все вы сказали, что вы ведете, значит, что те действия, чтобы не попали на сторону в Волгоградской области и вообще в России, как вы сказали, террористов. Для того, чтобы человека в чем-то обвинить, а ведь вы его сейчас подозреваете и обвиняете, потому что вы сказали 19-3, это, если я не путаю, вы, может быть, меня поправите, вы обязаны знать законы. 19-3 это неподчинение законному требованию сотрудника полиции либо должностного лица. Так вот, я вас и спрашиваю, товарищ подполковник, будьте любезны, законное требование, это не значит простое требование, которое я захотел, сказал, а ты обязан выполнить. Тем более, обязанность и имеет право, это разные понятия. Как говорит такая, значит, наука, как герминевтика, толкование, понимаете, толкование, надо толковать под себя. Вы сказали, что он не предоставил свои документы, а он обязан был, искажитесь на статью закона, на каком основании он должен был вам предоставить. Он едет в машине с людьми, которые его знают, у которых вы проверили документы и, насколько мне известно, вы их отпустили. Правильно? То есть, они не были задержаны? Задержаны. Значит, вы их отпустили? Они не отпускали еще. А, в смысле, вы не отпустили? После четырех часов вы их не отпустили. Тихо, тихо. Наверное, как в случае, они спешали, а вы их чем-то подозревали? Проверить бы он отбыл до конца. Хорошо. Вам закон, на основании чего вам дает закон, я вам еще раз говорю, либо у вас есть ориентировка на этих людей, которые подозреваемы чем-то, либо вы должны сослаться на статью закона. Ни ориентировки, ни человека, у которого есть, как говорит, за автомат, вы не нашли, да, ни пистолет, ничего не взяли. Вы же взяли личный досмотр, проделали. Но личный досмотр, согласно, опять же, закона, ведь вы говорите, ссылайтесь на закон, он должен только при составлении административного материала. То есть, это процессуальные действия уже. Если вы действуете по закону, составляете процессуальные действия, вы должны в чем-то его подозревать. Отсутствие у человека документов, это не преступление и даже не правонарушение. Человек может с собой не носить... Совершил... Какое? Правонарушение 12.3. В чем? Законное требование сотрудника полиции. Законное, я еще раз говорю. Я вас прошу сослаться на статью. Это не демокон. Подождите. Это не демокон. Они нам мешали, мы не смогли... Кто мешал? Граждане, которые... Он назвал свою иммунение. Он? Мы сказали, что мы ее узнали. А вы откуда узнали, что это Черкасса? Он уже без документов. Он вообще законопослушный гражданин. Тогда уже стали составлять подогон. Ну и что? Ну все, вы выяснили. Вы знаете, почему все это произошло? Он сказал, что Александр Иванович вам объяснил, что незнание вашего закона и сугубо личное мнение применяется гражданам, когда не имею я... Не должен я вам паспорта показывать. Нет, у нас здесь изжадное положение. Не долгимое положение. А ведь подозревать вы можете любого из нас. Вы здесь статусом меньше, чем я, понимаете? Вы служите мне, вы присягу давали. А вы... Закону, народу и народу. Не забывайте про это. Какой другой? Вы закон знаете, исполняйте его правильно. А мы не российские народу. Вы подмену понятия делаете. Я вам и говорю, что чего вы тут... Александр Иванович, у них идет провокация. Александр Иванович, провокация на 19.3. То есть подгоняйте специально для того, чтобы передать суд. Материал направим в суд, и суд решит законно. Нет, вы ничего пока не направите. Или не законно. Сейчас... Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я могу с ним поговорить. Вы не мешаете террористов сейчас. Слушайте, суд придете, и тогда там объясните. Так вы заставили протокол, товарищ подпоставим. А вы куда его везете? Куда вы его везете? Вы куда его доставляете, скажите? Скажите, ему отгадим еще. А? Куда? Куда доставляете его? Куда доставляете его? Скажите, пожалуйста. Куда доставляете куда? Вы почему не информируете людей, граждане? Почему так поступаете, уважаемый? Куда доставляют? Боец, кому служим-то вообще? Фамилию записали, полковник? Муля, поехали! Продолжение следует...